Оживай, Камчатский край! Видно, скоро будет рай! Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. В нашей семье, кроме нормального автоматического мобиля, есть и крошечная дамская малолитражка, на которой ездит моя жена. И вчера у этой малолитражки вроде бы застучала подвеска. Я-то сам не ракетчик, я филолог, поэтому ничего не понимаю в конструкции автоматических мобилей. Судьба его наказала. Я поеду к механику, чтобы он посмотрел. А перед этим заеду в магазин ДНС проверить, как он работает в режиме выдачи товара. Потому что вчера я купил там клавиатуру с мышью, оплатив ее через интернет. А сегодня уже могу получить в ближайшем магазине. Ближайший от меня магазин находится в торговом центре «Пирамида». Именно туда я сейчас двинусь. На крошечной смешной малолитражке. Виталий. 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 КОНЕЦ Доброе утро. А кто может выдать оплаченный товар? А, вот. Пойдемте. Да. Много сейчас людей так покупают, что оплатят заранее и приезжают. 0-4-8-5-13-64 Клавиатура и мышь. А, вот теперь номер четырехзначный. Сейчас скажу, я уже закрыл, сейчас скажу. 6555 Вот такой вот магазин. Сейчас многие магазины работают в режиме пункта выдачи заказов. Ну, у меня это опыт первый. И, возможно, не последний. И, конечно, это очень удобно, что сначала посмотрел на сайте наличие заказа. Если то, что нужно. Есть. Оплатил. Выбрал магазин получения. И в удобное время приехал. Все, что ли, да? Да. Все. Мне какие-то бумажки нужны к ней? Нет, у вас чек пришел, который напишет. А, то есть это все? Все это в порядке. А, по нему осуществляться будет гарантия. Все. Все удовольствие заняло буквально, наверное, три минуты. Спасибо большое, мальчики и девочки. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Рулем по крути. Ну, так, тык, 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 тык. Я крестолинку проверю, посмотрю. Еще какие крути. Потому что, мне кажется, не пойдет. Да, пошла. Ну, дошла. Ну, посмотри сам. Она же там выключена была. Где-то на полсантима она залетела туда. Нет. Давай потянуть. Не получается. Ну, пробуй шестигранник брать. Окей, тогда накидной какой-нибудь. Там, сюда, сюда, там, там. Хорошо, что во время самоизоляции разрешили работать авторемонту. Да, иначе не знаю, что можно было делать бы. Весь ремонт машины вылился в 15 минут. Работает 300 рублей. А теперь я в районе бывшего старого рынка. Надо же купить домой рыбы. Да, началась последняя неделя Великого Паста, самая строгая. Но я, к моему сожалению, не блюду монастырской устав. Поэтому в рыбе себе, в общем-то, не отказываю. Дайте мне, пожалуйста, палку со кусочек. Белокора ваша. Белокора? Да. Граммов, чтобы он был на 600-700. Выберите. Да. А это ваше, по соседству, или не ваше? Не наше. А давайте мы сразу заманим девушку сюда, чтобы я у нее тоже что-нибудь купил. Я смотрю на маму. Хорошо. Лена. Прекрасно. То есть граммов на 700-800 вы мне пока взвесьте кусочек. А я пока подойду сюда. Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, кижуча. И не забудьте пакет. По карте вы ведь берете? Очень хорошо. То есть сегодня у нас будет дома небольшой рыбный стол. Что-нибудь приготовленное из кижуча. Это камчатская лосось. И копченый белокорый палмус. И девушки на рыбном рынке сейчас все это мне готовят. Режим самоограничения все-таки действует. Очень мало людей на улицах. Очень мало людей даже на рынке приехали за продуктами. Обычно здесь, на вот этом вот автобусном кругу, народу достаточно много. Отсюда идут автобусы в различные районы столицы Камчатского края. Сейчас же возможных пассажиров можно пересчитать по пальцам. Ну, а я закончил свои неотложные дела. То есть ремонт малолитражки и приобретение продуктов питания. И собираюсь двинуться в свою родную деревню. Наверное, последние слова не были слышны. Поэтому, повторю еще раз, закончил неотложные дела, ремонт автоматического мобиля и приобретение продуктов так называемого питания. И намерен двинуться в свою родную деревню. Оживай, Камчатский край. Видно, скоро будет рай. Без стихов жить на свете невозможно. Стихотворение Виктора Мохова, из которого взяты эти самые строки, было опубликовано в газете «Полярная звезда» в 1926 году. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. То есть 94 года назад. Вы наверняка его читали. Нет? Не читали? Вы тогда были еще юные и не умели читать? Тогда я вам его прочитаю сам. Расскажу вам, тетки, матки, что я вижу на Камчатке. Вижу массу папирос, вижу грязь, везде хаос. Парни с девкам-то рыбары, сгнили всюду тротуары. Глаз не волчий у людей, всем темно без фонарей. Только ночи лишь настанут, мысль о жизни так и вянет. Обязательно разбой, и идешь в крови домой. Нет ни ламп, ни фонарей, не откроешь и дверей. Как тебе в глаза уткнется, что навстречу попадется. И еще скажу ей Богу, не сломал вчера чуть ногу. Да спасибо, провожатый поддержал меня проклятый. Много в общем в мире бед, а виновных будто нет. Тротуары дрянь из дряни, строят в тридцать тысяч бани. По приезде задним ходом я вернуться с пароходом захотел на материк. Да соблазн здесь, а, велик. Скоро будет рай земной, вспомнит нас чудак иной. Вот-то были чудаки, что сварили чердаки. Электричиненской свет тысяч в сорок, а ли нет, в двадцать восемь тысяч баня. Мойся, Ваня, мойся, Таня. Наливай полнее миску. Я кончаю переписку, то слишком жаркой будет пар. Кто ж починит тротуар? По дешевке свет волшебный, баня будет знать целебной. В электричестве весь порт. Не Камчатка, а курорт. По моим соображениям иск к начальству с уважением. Нас блаженством не кормите. Тротуары почините. Кто простуды не боится, у китайца может мыться. Оживай, Камчатский край. Видно, скоро будет рай. Ну, прощайте. До свидания. Весь остался в ожидании. Вижу милых пару пар. Вижу новый тротуар. Вижу десять фонарей. Без проклятия скрип дверей. Жду по сущности побед. Все исполнит горсовет. И это стихотворение тоже войдет в составляемую мною антологию стихи о Камчатке. Эта антология появится в следующем. В двадцать первом году нынешнего тысячелетия. Я каждый раз упоминаю об этом. Чтобы у вас была возможность заранее накопить денежку на эту толстую книгу. Ну, и еще не могу не похвастаться. Иншаллах! На днях, несмотря на режим самоизоляции, на так называемый коронавирус, все-таки я получу часть тиража вот этой вот книги, составленной мною, о которой я уже не раз рассказывал в своих роликах. Ну, а чтобы подвести итоги сегодняшнего видеодневничка, я скажу, что день прожит неплохо. И магазин ДНС проверен на работу в режиме пункта выдачи. И малолитражный автоматический мобиль отремонтирован с минимальными потерями. И рыба приготовлена мою любимую женою и съедена. Ну, а так как сейчас на дворе ночь, и без ночного дожора я существовать не могу, я пошел и сварил себе немного постных вареников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как я их слопал, показывать не буду. Я просто покажу, как проводит первые ночные часы моя собаченька Герда. Вот она. А вот так вот готовится ко сну. Мой котенька Васечка. Вот он. Вот и закончился тринадцатый день апреля 2020 года. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится наблюдать за моёю жизнью. Не нравится, ставьте дизлайки. Вас здесь никто не держит. Можете уходить. Я считаю, что половину можно оставить, половину как бы пустить на расход. Счастливого пути. А те, кто остался, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Мне интересно знать, что вы думаете. Глядя мой видеодневничок, какие мысли приходят вам в ваши умные головы. Ежели вы здесь впервые, для того, чтобы не пропускать новые ролики на канале, пожалуйста, выполните рекомендации, которые сейчас появятся в правом нижнем углу кадра. Вот эти вот рекомендации. Кнопочка подписаться. Из красной стала серой. И в ней появилась надпись «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы! Теперь вы не пропустите новые ролики на моём канале. До свидания.